Я вот сейчас сижу напротив окна, любуюсь пением птиц и деревьями, и знаете, что я подумал? Я вам так и не показал этот жилищный комплекс. С того времени, как мы переехали, я даже сам не выходил и не гулял по территории двора. А здесь прям город в городе. Здесь есть на территории парки, фонтаны и вроде бы даже бассейн. Пошлите, наверное, я поснимаю видосики, вам вообще покажу, да и сам посмотрю, что здесь. Если вам надо, если не надо, напишите, нахуй ты всрался со своим, блядь, ЖК. Так, два выхода из подъезда. Один парадный, другой черный вход. Осуждаю черный вход. А здесь все заставлено, естественно, вот этими мотоциклами, блядь, трехколесными, двухколесными, вот такими электрическими машинками. Ну, типа местной парковочки маленькой. Сразу мусорнички. Сбоку второй этаж, вот прям мое окно. Вон там видно стиралку и дайсон. Вот здесь сразу на выходе какая-то типа спортплощадка, ну, какая-то маленькая, но какого-то хуя спортплощадка плюс парковка, блядь. Вот, вот эту штуку обожаю. Обожаю нахуй вот это, вообще не понимаю смысл этой ебатории. Ну, потрясающе, блядь, потрясающе. Шо оно разминает, блядь? Нихуя, но это уже другое дело. Вот ебли тренажер, мы приветствуем. Вот это аппарат, блядь. К следующим новостям. Я только что забрал магнитик. Забрал его в уебу. Что такое уебу? Это в переводе ЖЭК. Прикиньте, уебу нахуй. Я клянусь, дословно переводится уебу. В общем, я зашел в уебу и забрал магнитик. Что это значит? Это значит, что мне отсканировали лицо и дали магнитик при предъявлении моего паспорта. И документов на эту квартиру. То есть левый человек не может сделать этот магнитик, представляете? И это настолько круто, потому что в предыдущем гардене нам похуй. Просто любые ВИЧ-инфицированные бомжи могли зайти, блядь, на территорию. Здесь хуй кто заедет. Мы перевозили вещи на машине и знаете что? У нас полностью взяли всю энтелоскопию. Полностью нахуй собрали волосы, блядь. Анализ крови, сетчатку глаза, анализ кала, блядь. Ну там просто пиздец. Чтобы сюда заехать, это, ну то есть уровень безопасности, ну прям на уровне. Вот он восточный вход. Он ближе всего расположен к моему подъезду. На входе тоже все очень красиво, цивильно. Тоже некая инсталляция. Месси, прикиньте, я охуел Месси. Вот, вот здесь тоже какой-то фонтанчик, какие-то ступенечки. Бамбуковая роща мини. Все очень красиво смотрится. Салам алейкум, брат. Передай привет всем. Я уже подумаю, блядь. Это охранники наши. Серьезные ребята, блядь. Серьезные. Мы под серьезной защитой. Ну вот такие какие-то инсталляции. Типа хуй знает. Наверное, что-то на высоком. Наверное, я чего-то не понимаю. Но вроде бы даже красиво. Вот нахуй, на. Это искусство. Камень стоит, блядь. Просто какой-то люк, сука. И на нем стоит камень. Не бегать. Не выгуливать собак. Это что? Не пинать хуи. И не ездить на велосипедах. Ну, значит, мне нельзя здесь находиться, блядь. Я пинаю хуи. И вот. Вот о чем я вам говорил. Вот такие фонтанчики. Они типа вот стекают. Смотрите, вот с этого. Ну, хуй знает. Оно красиво или нет. Ну, вроде бы красиво, блядь. И вот беседочка прямо внутри. Вот этого фонтанчика. Не, ну, выглядит, правда, заебись. Знаете, в чем самая главная фишка? Что все дома, они не высотки. Ну, то есть, максимум, там, девятиэтажки. Вот как наша. А нет, четырнадцатиэтажка. То есть, в Китае все дома, это 33 этажа, нахуй, 55 этажей. А здесь какой-то вот прям, не знаю, как у нас, что ли. Так комфортненько, так тепло на душе. Вернемся к теме безопасности. Почему этот жилищный комплекс охраняется, как сука? Почему здесь прям спецназ, блядь, дежурит? Потому что он через стену граничит с общей образовательной школой, если вы видите. А пробраться в школу, как вы понимаете, в Китае это нереально, нахуй. А если и получилось, то вся твоя семья поедет, блядь, в Сибирь. Ну, количество спортплощадок и детских площадок, ну, просто, напротив каждого подъезда. Их очень дохуя. И это радует. Лучше занимайтесь спортом, чем курите, блядь, бухайте и употребляйте запрещенные вещества. Вот это вроде бы тоже разъебалово, да? Собственная терраса, летом выходи, Чили, а с другой стороны, сука, ну, проходной двор, понимаете? Вроде бы и классно иметь свой вот такой небольшой дворик, да? Огородик там засадить розочками, как он у типа. Сидит, отдыхает с книжечкой. Но голым, блядь, не полазишь, как у меня во дворе дома. Так, дальше. К чему мы пришли? Зарядка для мопедов. На выходе из каждого подъезда есть зарядка для мопедов. Что нужно делать? Нужно отсканировать QR-код. И по этому QR-коду ты имеешь право 4 часа зарядить свой мопед. То есть для 60-ваттных мопедов, вот таких вот маленьких пиздок, хватит вот так с головой 4 часа. 72-ваттные и 80-ти... А, 90-ватт, как у меня. Там уже надо 2 монетки. Ну, то есть 2 юаня за ночь. Дорого? Нет нахуй! Конечно нет, классно! Так, получается, за вот этим домом мой дом. И буквально нужно пройтись 30 метров, чтобы попасть прямо внутри жилищного комплекса магазинчик. Ну, как магазинчик? Фу, ебать! А что тут, умер кто-то? А, ну тут такой черный вход. Ну, здесь есть вся хуйня. Просто вся хуйня. Отец, ты зачем пришел? Не отвечай. Тссс, храни свои секреты, отец. Ну, короче, в принципе, есть все, что надо. Сигареты есть? Есть. Арбузы есть? Есть. Йогурты, фрукты, черешня, мальчик, яблоки, кабачки, яблоки, сладости. Короче, есть все. И это радует. Итак, мой вывод. Здесь просто охуенно, честное слово. Какой-то вот маленький мирок в этом большом и шумном Китае. Какой-то спокойный мирок. Я очень рад, что мы сюда переехали. И надеюсь, вы тоже порадуетесь за меня. Все. Спасибо за экскурсию. Всех люблю, целую. Берегите себя. Спасибо.